Это Любовь Соболь. Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда» в Приморском крае и поговорил там с рабочими. Этот диалог выглядел вот так. «Как вы живете?» – спрашивает Путин. «Очень хорошо», – отвечает ему. «Какие четкие правдивые ответы!» – сразу видно настоящие. Именно так же рабочие обычно о своей работе и своих проблемах говорят. Потом Путин решил узнать среднюю зарплату и не угадал. «Около 90 тысяч?» – спросил он. Но одна из работниц ответила «Нет, что вы, 30-40 тысяч». Ее тут же поспешили поправить. Сказали, что по данным отдела кадров средняя зарплата 70 тысяч. На этом Путин успокоился и пришел к другой теме. Как же так получается, что у отдела кадров одна цифра, а рабочие говорят совсем другую, в два раза меньше? Очень просто. Средняя зарплата на заводе – это с учетом начальников и директора, у которого зарплата может быть и несколько миллионов. Если их все сложить и поделить, то действительно получится неплохая цифра. Только вот рабочим, которые получают 35 тысяч, от такой статистики не легче. Но в чем Путин прав, так это в том, что судоверзвезда – далеко не худшее место по зарплатам в России. Вот так, например, выглядят вакансии Олегцинского химкомбината в Тульской области. Раньше этим предприятием руководил Алексей Рогозин, сын бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина. А губернатором Тульской области является бывший охранник Путина Алексей Дюмин. 16 тысяч рублей. 16 тысяч. И на эти деньги люди живут целый месяц, семьями своими живут. Это же просто издевательство над людьми. О каком величии страны вообще можно говорить, если у людей такие зарплаты? По данным Росстата, во многих регионах России даже средние зарплаты ниже 30 тысяч. Например, в Псковской области – это 28 181 рубль. И это начисленная зарплата, из нее еще должны вычесть налог в 13 процентов. Так что люди получают даже меньше. 28 тысяч – это 344 евро. В Эстонии, которая рядом с Псковом, средняя зарплата – 1242 евро. Почти в 4 раза больше. У Эстонии нет ни нефти, ни газа, а деньги на зарплаты есть. Почему так? Дело в работе государства. Эстония использует свои ресурсы гораздо эффективнее, и правительство у них работает на благо людей. Россия могла бы жить гораздо богаче, но для этого нужны борьба с коррупцией, независимые суды, защита бизнеса и много чего еще. Все это возможно реализовать и довольно быстро. Нужна политическая воля и желание сделать богаче жизнь всего народа, а не только своих друзей по секции дзюдо. Новая газета показала поместье Романа Золотова, сына главы Росгвардии Виктора Золотова. Участок в 90 соток и дом почти в 700 квадратных метров расположены в Барвихе и оцениваются в 700 миллионов рублей. Рядом с этим поместьем располагаются участки Юрия Чичихина, зятя Виктора Золотова. Их площадь более одного гектара, и на них также расположен большой дом. Общая оценочная стоимость всей этой недвижимости может превышать полтора миллиарда рублей. Идеальное место для дуэли, пишет новая газета, и с ней трудно не согласиться. Про то, что Золотов и его семья далеко не бедные, известно уже давно. Еще в 2016 году Алексей Навальный рассказывал про их имущество, а дополнение к этому расследованию выпускала РБК. Но важно даже не то, что у Золотова или какого-то другого чиновника в принципе есть дом на Рублевке. Если они честно заработали эти деньги, то могут позволить себе покупать и дворцы, и самолеты. Важно, что высшие чиновники в России не привыкли отвечать на вопросы, откуда у них эти деньги. Чиновник – это наемный работник. Народ нанимает его, чтобы тот выполнял определенные функции. Как наемный работник, чиновник должен отчитываться перед народом. В том числе, откуда у чиновника деньги. Если при зарплате в миллион депутат живет во дворце за 100 миллионов, то это резонно вызывает вопросы. Но в России отвечать на такие вопросы не привыкли. Либо игнорируют, либо рассказывают про компот, либо и эта инновация от Золотова вызывает на дуэль. Бывают, конечно, и подробные ответы. Например, спикер Госдумы Вячеслав Володин недавно рассказал, что его 82-летняя мать купила квартиру почти в 400 квадратных метров на свои. В середине августа Алексей Навальный выпустил видео о том, что у матери Володина есть огромная квартира на Воробьевых горах. Ее оценочная стоимость – 230 миллионов рублей. Также 82-летняя мать спикера оказалась талантливым бизнесменом. На нее зарегистрировано несколько активно работающих фирм. И вот в ответ Володин рассказал, что его мать оказывается миллионерша и покупает квартиры на свои. А чем вам не нравится такое объяснение? Вот спикер Госдумы думает, что все объяснил. Надеюсь, однажды в России настанут времена, когда чиновники будут спокойно и честно отвечать на вопросы о своем имуществе. Не врать, не рассказывать про осужденного персонажа и не угрожать делать отбивную. Потому что люди имеют право задавать вопросы, а чиновники должны отчитываться перед людьми. Суд продлил арест в СИЗО четырем фигурантам дела нового величия. Двум девушкам, которые также обвиняют по этому делу, продлили домашний арест. Про дело нового величия стало известно в середине марта. Суть его заключается в следующем. Несколько молодых людей создали в телеграме чат и обсуждали там политику. Затем к ним внедрился некий Руслан Де и при его активном участии чат преобразовался в движение. Как пишет Медиазона, именно этот Руслан Де искал помещение для встреч, занимался созданием структурных подразделений и вызвался написать устав организации. Он же и дал показания, которые легли в основу обвинения. И вот та же группа из десяти человек, которая клеила листовки, три раза ходила на митинги, превращается в экстремистскую организацию. Те еще экстремисты. Среди обвиняемых по делу есть две девушки. 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик. Сначала их тоже посадили в СИЗО. После этого в их защиту началась широкая общественная кампания. 15 августа в Москве прошел марш матерей с требованием отпустить девушек. На эту акцию пришли даже те, кто обычно на митинги не ходит. В итоге Павликову и Дубовик выпустили из СИЗО и позволили жить дома. Но само дело на этом не закончилось. Оно продолжается. Несколько человек сидят в СИЗО. Девушки под домашним арестом. И это тоже непросто. А главное, если дело дойдет до суда, то его фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. В том числе 18-летней Павликовой. За изнасилование или пьяное ДТП с несколькими погибшими дают меньше. Отучат встречи, разговоры и до 10 лет. В два раза меньше, но тоже реальный срок грозит двум участникам акции 9 сентября, арестованным за применение насилия в отношении представителей власти. Одного из арестованных, по словам его адвоката, избивали дубинками и он получил черепно-мозговую травму. Но на полицейских дела, естественно, не завели. В России можно получить реальный срок за толчок полицейского или за то, что вы причинили ему физическую боль. В это же время на самих полицейских за грубое задержание и применение силы на митингах, как правило, дела не возбуждают. Сотрудникам силовых структур наши суды вообще часто относятся довольно благосклонно. Например, в Санкт-Петербурге дали условный срок полицейским, которые под угрозой пыток заставили задержанного отдать им деньги и купили на эти деньги 4 седьмых айфона. Вот так работает правоохранительная система в России. Можно получить реальный срок из-за толчка полицейского, а можно условно за угрозу пыток или даже за сами пытки. Прекрасной России будущего такого не будет. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.